В Гомельском филиале «Белпошты» сегодня ознагародили первого этапа республиканского конкурса «Лепший материал про пошту». Передача «Добрый вечер, Гомель» и ее ведущая Наталья Волынец отримали головную ознагароду в номинации «Телевизионные и вещальные СМИ». Под обязанностей в наступном материале. Конкурс проводится с метой поддержки журналистов, которые осветляют поштовую тематику. Все лета в дел у им приняли 26 работ представников разных СМИ Гомельщины. У своих материалах ауторы адлюстровывали самые розные аспекты деяности поштовой службы, а так само распавяли про людей, которые работают в этой галине. На почте работают очень трудолюбивые, добрые и замечательные люди. И нам всегда очень хотелось, чтобы о наших маленьких героях знало как можно больше людей. Поэтому несколько лет тому назад гомельский филиал «Рубелпочта» инициировал проведение конкурса среди журналистов на лучшую статью о почте Гомельщины. Со временем этот конкурс был по достоинству оценен нашим руководством и протранслирован на всю республику. Он стал лучше, он стал интереснее. Сейчас в этом конкурсе принимают участие не только журналисты печатных средств массовой информации, но и журналисты радио, телевидения и электронных СМИ. Головные критерии при отборе – творчая складающая и якость подачи материалу. Лепших вызначили у некольких номинациях. У группе «Районные печатные СМИ» перемог материал корреспондента газеты «Житцё Полеся» Натали Коноплич. Сирот областных и городских дуркованных СМИ – призовые место журналистов газет «Гомельская правда» и «Гомельские ведомости» Ганны Концевич и Карены Тимофеевой. У новой номинации «Телевизийные и радиовещальные СМИ» перемог проект телеканала «Беларусь-4». За последние годы «Добрый вечер. Гомель» стал одним из популярных региональных проектов. Аудитория программы расте за кошты глядача, кто любит проводить вечер у цикавой кампании и робит выбор на корысть потребных парад, доброй музыки и мясцовых знакомительств. Дякуючи интерактивности стать удельником промога эфиру «Мужа кожный телеглядач». Наталья Волынец, Игорь Марыщенко, Татьяна Волгова, телерадио и компания «Гомель».